Добрый день! В прямом эфире Вести Ярославли. Студия Тина Белякова, коротко о главном к этому часу. С флагами ВДВ по всей Ярославской области юбилейный автопробег в честь 85-летия десантных войск состоялся в регионе, чем запомнился праздник. Лобовые столкновения, несколько крупных ДТП унесли жизни трех человек. Кто виновен? Атака послушания и обыск автомобиля. В Ярославле прошли соревнования по многоборью со служебными собаками, как чествовали победителей. Жители Некрасовского отметили день рождения поселка. Ему исполнился 801 год. Главные мероприятия прошли на Советской площади. Они открылись праздничным концертом с творческими номерами, поздравлениями, награждением заслуженных жителей поселка и, конечно, подарками. Одним из самых главных оказался стилизованный патефон для новой экспозиции местного краеведческого музея. Еще одним важным событием стало открытие недавно построенной водоочищающей станции. Теперь с помощью новейших российских технологий и обезжелезивания жители поселка смогут пить чистую воду прямо из-под крана. В празднике принял участие губернатор Сергей Ястребов. Он отметил, что Некрасовский район – важная часть Ярославской земли, особенно с точки зрения истории и традиций. Хотелось бы, чтобы побольше энтузиастов появилось, которые бы истинно с любовью относились к своей истории. И, слава Богу, есть где показать. И передавали эти традиции своим детям, чтобы они находили удовольствие в жизни в Некрасовском и не думали о том, что рядом есть большие города. Считали всегда свою землю самую лучшую, самую любимую, самую добрую. И к другим темам. Крупный пожар произошел в воскресенье утром в стиле Панфилова Рыбинского района. В 6 часов огонь охватил частный дом площадью 120 квадратных метров, а также две хозпостройки. Полностью сгорел и припаркованный во дворе автомобиль «Газель». С пламенем боролись 10 сотрудников МЧС из двух частей. Причины возгорания устанавливаются. В области произошло сразу несколько крупных аварий. В субботу в Ростовском районе столкнулись три машины. На трассе Москва-Холмогоры «Хиндай Солярис» при обгоне задел автомобиль «Деонексия». Вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». В результате чего водитель «Лады» погиб на месте. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. А водитель «Хиндай» госпитализирован с переломом руки. Еще одно столкновение произошло на этой же трассе, но уже в районе Гаврилов-Яма. Житель Ростова, управляя автомобилем «Грей-Волл», выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Форд». Оба водителя погибли. Пассажир «Форда» госпитализирован. И в продолжении темы информация от областной госавтоинспекции. О ситуации на дорогах по телефону расскажет инспектор по пропаганде Лев Кадыков. За прошедшие выходные на территории области сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 5000 нарушений правил дорожного движения. Проводили специальные мероприятия по тотальной проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В результате выявлено более 70 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. В том числе трое водителей в городе Ярославле, один в Рыбинске, один в Угличе, повторно управляли транспортом в состоянии опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности. За истекшие сутки зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых 8 человек получили травмы. 26 июля в 14 часов 30 минут на улице Труфаново города Ярославля водитель автомобиля РОНО произвел наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП девочка 14 лет доставлена в больницу. В выходные на территории Ярославля проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на выявление нарушений правил перехода проезжей части пешеходами, в том числе несовершеннолетними. А также водителями в части, касающейся непредоставления преимуществ в движении пешеходам. Только за 2 часа инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 33 пешехода-нарушителя, среди которых 18 несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Ежедневно напоминайте детям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Контролируйте детей в течение дня. Во избежание трагических случаев не допускайте фактов нарушения правил перевозки детей. Сегодня, 27 июля, на территории города Ярославля проходит целевое мероприятие «Автобус». Направленное на пресечение нарушений, допускаемых при перевозках автобусами. Инспектор управления ГИБДД, старший лейтенант полиции Лев Кадыков. Специально для программы «Вести Ярославль». С флагами ВДВ по всей Ярославской области праздничный автопробег в честь 85-летия воздушно-десантных войск состоялся в воскресенье. Стартовала колонна утром на Советской площади. Затем ветераны отправились в Рыбинск, Углич, Борисоглебский, Ростов и уже поздно вечером вернулись в Ярославль. Во всех городах по маршруту автопробега десантники останавливались у памятников погибшим и возлагали цветы. А в Рыбинске торжественно открыли памятную доску на здании, которое в народе называют «Красные казармы». Здесь с 1956 по 1961 года располагался 111-й гвардейский воздушный десантный полк. Мы давно мечтали открыть здесь памятную доску. На месте дислокации 111-го прошло легендарного полка. Кстати, на базе одного из батальонов полка, вот этого, впоследствии была сформирована десантная бригада, которая воевала в Афганистане. Поэтому это очень важный момент. Поэтому мы тут не обсуждались даже. Именно с этого места мы начали свой автопробег. Незаконная реклама на грани вымирания. Демонтировано 98% конструкций. До 1 сентября пестрые вывески окончательно исчезнут с улиц города. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. Он отметил, что теперь размещать рекламу можно только в разрешенных властями местах, которые будут распределять посредством аукциона. В результате торгов казна города за первое полугодие уже пополнилась на 30 миллионов рублей. Продано 137 мест. В августе планируется провести еще 5 аукционов. Наибольшим спросом пользуются площадки вдоль крупных магистралей. Также стоит отметить, что в зоне ЮНЕСКО рекламных конструкций вообще не будет. Нам часто говорили о том, что мы не поддерживаем малый бизнес. Это неправда. Вот живой пример, когда любой человек, любой предприниматель, любой бизнесмен может купить 1, 2, 3, 5 мест по достаточно низкой стоимости для того, чтобы заняться своим бизнесом. Еще одна острая тема платной парковки. Игорь Блохин сообщил, что стоимость одного часа паркинга в центре города составит 30 рублей. Плата будет взиматься с 8 утра до 20 часов. На некоторых улицах ведут одностороннее движение. В ближайшее время дорожные службы нанесут разметку. Также в зоне ЮНЕСКО появится навигация. Власти сделают специальные электронные таблички для удобства горожан и гостей города. Таким образом затеряться в центре Ярославля будет невозможно. Все живы и здоровы, но родных не видели полгода. Из командировки на Северный Кавказ домой вернулся сводный отряд ярославской полиции. На перроне полицейские встречали родители, жены, друзья и руководство областного ОМВД. Ярославцы несли службу в городе Каспийск, республике Дагестан, где помогали своим коллегам обеспечивать порядок. За время командировки сотрудниками сводного отряда раскрыто 97 преступлений. Отличившихся наградили значками за образцовое несение службы и почетными грамотами. Прошло полгода как один день. Самое главное, что все прибыли живыми, здоровыми, получили благодарности, награды от руководства Управления внутренних дел. Мы только что приехали с командировки. Полгода прожили вдали от дома, безумно скучали по семье, по близким. Долг есть долг. Время прошло достаточно быстро, очень быстро. И вот мы дома, очень рады, довольны, что нас ждут. Дождь прямо с потолка. Именно таким явлением обернулся долгожданный капитальный ремонт крыши для жителей почти двух десятков квартир в одном из домов в Дзержинском районе Ярославля. Почему случилась протечка и кто, главное, когда будет возмещать ущерб, выяснили вести. Ручьем текло. Мы каждые 15 минут это ведро выносили, выливали. Потоп в квартире Натальи Чарун случился ночью во время сильного ливня. Текло прямо с люстры по проводам, говорит женщина. От стихии пострадало 19 квартир на девятом этаже. А кое-где вода протекла и ниже. В коридорах лужи. Повезло тем, у кого натяжной потолок. Вся вода осталась в нем. А тем, кто недавно сделал ремонт и собирался выставить квартиру на продажу, придется свои планы отложить. Обещают нам, конечно, возместители сделать ремонт за счет этой компании, но пока конкретно ничего не говорят. И с продажи, соответственно, приходится снимать. Я вот живу у родственников, муж живет у других родственников. И встречаемся вот только на нашем болоте. Жильцы утверждают, виноваты рабочие, которые сняли старое покрытие и разобрали крышу. Подрядчик недоумевает. Как только случилась протечка, сразу постарались сделать все возможное. К тому же дом состоит из двух частей. Кровлю разобрали только над одной, а затопило и вторую. Пришлось экстренно ремонтировать и ее. На первом здании постелили специальный пленочный материал и все промазали. Подрядчик убеждает, все последствия потопа в квартирах будут устранены. Акты о причиненном ущербе уже составлены совместно с региональным фондом капитального ремонта. Изначально было сказано всем, что это все будет исправляться. Конечно, в рамках разумного, потому что многие стали приписывать все, что угодно. Тот хочет именно деньгами, но уже вызвал квартиры застрахованы, страховщиков. И я тут же сказал, что деньгами не будет, будет только полностью. Вот вы приходите, мы с вами согласуем обои, мы их вам покупаем, мы вам их полностью переклеиваем. Но только когда все высохнет, потому что, сами понимаете, на мокрое мы клеить не можем. Если не будет сильных ливней, то весь кровельный материал будет уложен через три недели, обещает Александр. Лобовая атака, послушание, обыск машины и следопытство. Все это дисциплины соревнований по многоборью со служебными собаками Ярославского УФСИН, которые прошли в Ярославле. Именно победителей выяснила Зоя Рыжкова. Звуки выстрелов не должны отвлекать собаку от цели. А цель – это осужденный, который гнал машину и пытается убежать на свободу. Максимальная скорость – точное попадание в окно, и преступник задержан. Упражнение выполнено на отлично. К счастью, для сотрудников службы исполнения наказаний и к огорчению собак показать все, на что способны, они могут только на тренировке или на соревнованиях. По взрывчатым веществам, слава богу, нет ничего такого. Ну и побегов за уже более восьми лет из учреждений исправительных в Синроссии и Ярославской области недопущено. В основном нагрузка сейчас ложится на собак поиску наркотических средств. Соревнования по многоборью со служебными собаками идут уже пятый день. За первое место борются 9 команд, 18 кинологов следственных изоляторов, колоний и управления по конвоированию. Эта собака обыскивает машину, в которой спрятан имитатор амфетамина. Собака подает условный знак кинологу, означающий, что амфетамин за крышкой бензобака. Только в прошлом году было шесть подобных случаев, когда животные находили наркотики, которые пытались передать за колючую проволоку. Но большая часть собак все-таки занимается охраной. Это лобовая атака. Человек, на которого нападает собака, хорошо защищен, но кинолог всегда рядом. Животным это упражнение нравится, и они могут увлечься. Они хищники, догонять жертву. Поэтому, ну, безумно. Все без ума. Наверное, почти не встречала собак, которые отказываются выполнять этот норматив. Азарт возникает, ну, даже в процессе борьбы. Поэтому кого-то очень сложно снять с рукава. Не просто бывает после лобовой атаки успокоить собаку. Но умение слушаться кинолога – это обязательный элемент дрессировки и дисциплина соревнований. Ну, она нежная. То есть все делает по команде. То есть она очень покладистая. То есть у нас и послушание. То есть первое место. То есть как бы все делает по команде. Конечно, с хозяином она себя чувствует уверенно. Без хозяина немножко, может быть, даже и мягкая. То есть, ну, для работы в конвое. Маленькую овчарку зовут ночная фурия. И она с удовольствием фотографируется с детьми. Но на службе с этой собакой лучше не встречаться. Не случайно она вместе со своим хозяином получила медаль за первое место и стала лучшей в нескольких дисциплинах. В командном зачете победили кинологи управления по конвоированию. Награждается, значит, переходящим кубком за первое место. Три года подряд займете, останется у вас. Следующее соревнование, в которых будут участвовать кинологи с собаками, это чемпионат России, который состоится в сентябре в Казани. Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев, Вести, Ярославль. А в этом году слову о полку Игореве исполняется 830 лет. Ярославский музей-заповедник этой дате подготовил несколько выставок. Одна из которых посвящена двум главным героям поэмы – князю Игорю и Ярославне. Гениальное произведение 12-го или не менее гениальная подделка 18-го века. Для этих людей так вопрос никогда не стоял. Слово «было», «есть» и «будет». А значит, будут и люди, которых оно вдохновляет. Плачущая Ярославна в графике, живописи, дереве – очень разное. Но везде она искренне скорбит о гибели дружины мужа, о ранах Игоря. Многие художники не раз обращались к слову в своем творчестве. Пример тому известный петербуржец Юрий Люкшин. В 2012 году издательство «Редкая книга» выпустило 30 экземпляров слова в дубовом переплете с застежками в виде щитов, где в каждой по 19 работ художника, написанных вручную на бумаге ручного литья. Такая книга есть у президента. Это под номером 13 «Собственность музея-заповедника». Корешок кожаный, а вот эта миниатюра, это изображение князей Игоря, она написана художником, то есть это не напечатано. Текст в этой книге написан от руки, особым пером, особыми чернилами. Собрание музея-заповедника насчитывает более 700 единиц хранения только художественных произведений, посвященных поэме. Здесь около 70. Некоторые из них выставлены впервые. Только на иностранные языки слово переводили более 50 раз, а сколько с древнерусского на современный подсчитать крайне сложно. К слову, образы князя и Ярославны, их история волнует и современников, далеких от искусства. По словам сотрудников музея-заповедника, им до сих пор приносят новые переводы и переложения. Занимаются снова не только, конечно, филологи, но, например, биологи и математики. И каждый из них находит в слове свое вдохновение. Это еще одно доказательство того, что снова Панку Игореве действительно вечное произведение. Марина Ромакина, Игорь Морщаков, Вести, Ярославль. И в завершении выпуска о футболе Шинник сегодня проведет очередной матч сезона. В Воронеже наша команда сыграет с местным факелом. После трех туров чемпионата ФНЛ ярославцы с четырьмя набранными очками занимают 12 место в турнирной таблице. Наш сегодняшний соперник располагается на предпоследней срочке. Факел пока не набрал ни одного очка. На этом у меня все. Для вас работала Дина Белякова. И до встречи уже в 17.10.